Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старш! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Но русскутболсен. Вечером 19 марта депутат Мажелиса Ермурат Бапи в своем фейсбуке выложил два сенсационных поста. Сначала о том, что экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев проходит подозреваемым по уголовному делу в связи с Кантаром. Дело якобы возбудили по злоупотреблению должностными полномочиями. И оно, скорее всего, будет переквалифицировано на превышение власти. При этом автор ссылается на телеграм-канал прокадры.кз. Через час появилась еще новость. И она была круче. Ерман Тургумбаев, ссылаясь уже на собственную газету ДАТ «Общественная позиция», сообщает, что племянник Назарбаева Самат Абиш, бывший первый заместитель председателя КНБ, осужден по делу о Кантаре к восьми годам условно, без конфискации имущества. Отмечу, что номер газеты ДАТ датирован 14 марта, но тогда никто не сполошился. И это говорит, наверное, о популярности газеты. А сам приговор Абишу вынесен еще 26 февраля, то есть почти месяц назад. В среду 20 марта информацию по Самату Абишу подтвердил министр внутренних дел Ержан Садена в куларах Мажелиса. Я цитирую. Вопрос приговора – это к судьям. В части нашей компетенции сейчас данный гражданин на пробационном контроле. Есть порядок, да, он не имеет права уезжать, имеется в виду из страны, то есть он условно находится на территории по месту проживания. Там в приговоре все это указано, то есть он не должен покидать страну, находиться тут по месту жительства. Про своего предшественника Тургумбаева министр Саденов ответил уклончиво. МВД это уголовное дело не расследует, поэтому комментировать не могу. По какому делу, по какой статье. Здесь компетентные органы возбудили и расследуют, поэтому вопросы к ним. Наверное, значит, КНБ расследует. Но он также не уточнил, какой статус у Тургумбаева подозреваемый, свидетель с правом на защиту или просто свидетель. Межрайонный суд по уголовным делам в среду тоже дал свой комментарий по Абишу. Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Приговором суда А, именно так инициал, а не полная фамилия, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362, часть 4 Уголовного кодекса. Это превышение власти или должностных полнобочий, повлекшие тяжкие последствия. И осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. На основании статьи 63 Уголовного кодекса постановлено считать назначенное наказание условным. А вот как прокомментировал эту ситуацию Костагу сам Ермурат Бапи. То, что ему дали 8 лет условно, это смешно. Такого приговора, такого решения не стыше. 8 лет лучше дали, как 3 года срок, можно понять, как стать. Поэтому в этом решении тоже наблюдаются влияния Стаха в Казахстане. Вы считаете, он еще сильный был в Казахстане, влияние Стаха в Казахстане еще достаточно сильное? Ну, если оградили какого человека, должностного лица, второго человека Компетент национального безопасности, который занимается всеми оперативными делами, которые связаны, связаны с Казахстаном, с Казахстанским средством, и люди, если они вырубили какого-то контента, то, значит, влияние, которое мы подошли в Казахстане. Сегодня мы обсудим эту ситуацию с политологом Димашем Альжановым. Сейчас начнем. А пока подпишитесь на телеграм-канал Альжанов, а также аккаунты Димаша в Инстаграме и Фейсбуке. Не забывайте подписываться на канал Гиперборей, ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарен вам за поддержку нашего канала. Коп-коп Рахмет. Огромное всем спасибо. В Сбергемиз мы делаем Гиперборей вместе. Донат послать проще всего через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халы и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе перевода PayPal. Все реквизиты, номера и ссылки вы найдете внизу в описании к этому ролику. А мы начинаем. Димаш, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Николаевич. На русском Тоболсон. Да, и вас также с праздником, ваших зрителей. Вечером во вторник оба поста БАПИ мгновенно растиражировали все СМИ, поскольку он источник, который по определению должен заслуживать доверия, поскольку обладает депутатским мандатом, а значит, отвечает за свои слова. Сначала по Тургумбаеву. Что это за телеграм-канал про кадры КЗ, вы знаете? Я не знаю, кто владеет этим каналом, но по контенту, насколько я мог наблюдать последние несколько лет, это достаточно очень много про официальные назначения, про лиц, которые так или иначе связаны с правительством, ну и достаточно как бы лояльный политический контент, так бы сказал. Теперь про Самата Абиша. В судебном кабинете его дело закрыто как секретное, но ведь процесс над Масибовым и тремя его замами тоже засекретили. Однако при информации о приговоре появилось в тот же день, если я не ошибаюсь, это было 18 апреля прошлого года, а в случае с Абишем даже приговор почти на месяц засекретили. Как вы думаете, почему? Я думаю, с технической стороны, видите, много событий наслаивается в один момент, и это может иметь серьезные негативные последствия в плане формирования общественного умения или выражения. Поэтому утечка прямо перед длительными праздниками – это достаточно удобная форма для того, чтобы эту тему неудобно для Тукаева непосредственно его администрации замостить и другими событиями. Праздничными днями. Поэтому, возможно, здесь есть этот момент, поскольку мы видели то, что и в последующем был Курултай. То есть здесь есть ряд таких моментов, которые показывают заинтересованность администрации в тем, чтобы выдать эту информацию как можно ближе к празднику. Ну, мне ваше объяснение кажется не очень понятным, потому что приговор же могли позже вынести, чем его замыливать на три с лишним недели. Мы деталей не знаем точно, если вы про содержание этого дела. Здесь на самом деле очень много вопросов возникает относительно того, как проходили эти договоренности. Видите, необычный срок, длительный, условный, бросает тень вообще на всю историю с захватом власти и с тем, как Тукаев пытался это подать после января. Поэтому, если вы говорите о том, что была ли какая-то договоренность длительная, то достаточно много времени было после 22-го года о том, что в руках администрации Тукаева, генпропоратуры и судов для того, чтобы именно вывести это дело так, как это необходимо. С учетом договоренности между Назарбаевым и Тукаевым, то есть всех этих деталей. Поэтому я здесь даже не вижу причин полагать, что шла какая-то серьезная торговля именно к этому сроку. Возможно, уже были определены стратегии того, как будут это дело выводить. И после того, как было решение принято политическое, оно было оформлено в суде. И потом стоял вопрос, как это преподнести обществу. И вот эта последняя фаза, о которой вы говорите, и на чем был основан ваш вопрос, я и говорю, что она была подогнана именно технически для того, чтобы это вызывало меньше обсуждения. Вы видите, какой эффект это создало. Сейчас уже появились разговоры о том, что был ли вообще госпереворот. И под сомнение ставится основная версия январских событий, которые идут со стороны Тукаева. Сейчас мы все это подробно и разжуем. Но сначала задам такой вопрос. Вас не смущает, что депутата Мажелиса использовали в качестве канала для утечки информации, которая и так, на мой взгляд, должна быть обнародована незамедлительно, то есть автоматически. Безусловно, вообще суд должен был быть открытым. Давайте по порядку, чтобы все расставить. Суд должен был быть открытым. Если там, мы не раз обсуждали, если там есть секретная часть, она только засекречивается отдельно. Сам процесс должен быть открытым. Естественно, процессуально, как только выносится приговор, он должен быть публично доступен даже в этом деле. То, что используют депутатов, это не первый раз, и не по разным делам, и по разным причинам и поводам это происходило и при Назарбаеве, и это происходит сейчас. Поскольку депутаты не выбираются, а назначаются, то, естественно, в их функциональные обязанности входят и подобные действия. То есть продвигать те месседжи, которые необходимы. Поэтому, я думаю, здесь Папи, как раз в своем комментарии, он тоже очень аккуратно и четко это все обыграл. То есть я полагаю, если будет возможность, необходимо спросить у Ермурата Папи, что означает влияние старого Казахстана, чтобы он смог объяснить на пальцах. То есть это переговоры, это крепкие связи политические, это политическая зависимость, или что удерживает главных игроков на политическом поле, которые влияют и в тени такого приговора. Я напомню контекст дела Самата Абиша. Еще в январе 1922 года задержали Дикого Армана, он же Арман Джомагильдиев. А начальника 5-го управления КНБ Руслана Искакова в начале февраля 1922 года суд над ними по делу о хищении людей и пытках начался только в середине сентября 1923 года. Причем процесс сначала был открытым, но затем Искаков рассказал, что получал приказы непосредственно от Самата Абиша, как от своего прямого начальника. И после чего процесс сразу закрыли, как будто ради этого признания его и открывали. А в отношении Самата Абиша тогда же, во второй половине сентября, было начато досудебное расследование. Логично было бы объединить эти дела в один судебный процесс, но Абишу вменили лишь превышение власти или должностных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия. И мировое пресечение ему избрали очень гуманную, всего лишь подписка о невыезде. И в середине января уже этого года его дело передали в суд. В первой половине февраля новая газета «Европа» опубликовала письмо полковника Руслана Искакова. Мы с вами его подробно обсуждали, в которой он прямо говорит, что Абиш дал ему приказ Искакову привлечь дикого Армана для наведения порядка в Алматы во время январских событий. Что само по себе выглядит диковато. И спустя две недели суд уже вносит Абишу условные наказания. А суд над Искаковым и диким Арманом продолжается. Вот как обществу ко всему этому относиться? Ну смотрите, та информация, которая была от имени Искакова опубликована в новой газете, видите, сейчас показывает, что технически можно это расценивать как определенный выпад в сторону Абиша. И последующее согласование с учетом определенной лучшей позиции при выносении этого приговора Абишу и, видимо, договорились на условно. То есть сначала некая угроза и подвод под вынесение строгого приговора, а потом выносится условно. Что стоит за этим условным сроком и как стороны договорились, мы не знаем. То есть для нас это сейчас недоступно, нет никакой-либо информации. Но очевидно то, что это в первый раз, по-моему, в нашей истории, что такой длительно условный срок. И второй момент, что это в нарушении действующего уголовного кодекса. Поскольку, по-моему, 63-я статья, сейчас юристы пишут, разные журналисты, о том, что она не предусматривает условного срока в случае тяжкого преступления. А именно первоначальная статья у Сама Абиша это тяжкое преступление. Поэтому, видите, даже в нарушении закона выносится такой приговор. Возможно, эти детали им уже было некогда, скажем, менять, да, то есть выносить какие-то правки в законодательство. Поэтому получилось то, что получилось. История, я думаю, на этом не закрыта. Поскольку, все-таки, наличие условного срока и определенные политические ограничения, и возможность оставить Сама Абиша внутри страны, оставляет некое пространство для развития этих дальнейших событий. Как они будут развиваться? Будет ли это зависеть от того, пока действует, и в здравом здоровье находится первый президент? Или какая расстановка сил? Но, возможно, это все говорит о том, что сейчас стороны не заинтересованы обострять. И есть определенное время. Только в рамках 5-6-7 лет. И как будут эту игру распределять далее, покажет время. Но еще раз повторюсь, что все то, как оно сейчас выглядит, ставит большие сомнения под основную версию, которую продвигал Касанджо Мартукаев. И сегодня будут много очень разговоров. На самом деле, был ли госпереворот? И какие действительно роли исполняли все эти фигуранты этого процесса? Димаш, приговор шокировал многих. Меня в том числе. Мне сразу вспомнилась касация на приговор Бергею Рыскалиеву, которого приговорили к 17 годам. А в конце мая 2020 года генеральная прокуратура подала касацию в судебную коллегу и Верховного суда о том, что вернуть ему конфискованное имущество. Конфискованное имущество, якобы оно было заработано честным путем. Здесь я заранее проверил, проконсультировался с юристом, насколько вот этот приговор законный. Я написал Виталию Ивановичу Воронову, известному нашему адвокату, вот что он мне ответил. На вопрос, бывают ли такие чудовищные условные сроки. Да, у нас был уже подобного рода прецедент. В мае 2003 года бывший руководитель КТЖ Аблайм Ирзахметов был приговорен условно к пяти годам за хищение трех миллиардов тенге. Было еще одно скандальное дело, когда в 2014 году судья Ламатинского городского суда Кульпаж Утемисова отменило приговор в отношении гражданина России Александра Сутягинского, который был осужден на 12 лет лишения свободы за покушение на убийство своего партнера по бизнесу Михаила Гаркушкина. Она, судья, заменила ему 12 реальных лет шестью годами условного срока, что позволило ему выйти из-под стражи и скрыться. Но чтобы 8 лет, условно, такое, наверное, впервые. Далее. В статье 63 Уголовного кодекса, который так и называется условное наказание, ограничений по срокам назначения этого самого условного наказания нет. Хоть 100 лет условно. Вот такой вот закон. Его нельзя применять только в случаях, предусмотренных частью 6 этой статьи. А именно, условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении лица за особо тяжкое преступление, вы тут правы, коррупционное, террористическое, экстремистское преступление, а также преступления, совершенные в составе преступной группы. И, наконец, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Самат Абиш во всем этом, пишет Виталий Воронов, вроде бы не обвинялся. А статья 362 часть 4 Уголовного кодекса, которая ему вменялась, это превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие посредствия, это тяжкое преступление. Оно предусматривает наказание до 10 лет, а не особо тяжкое, которое до 12 лет. Так что, оказывается, в рамках Уголовного кодекса. Коллизий нет. Да. А вот, скажите мне, получается, что у нас заговоры без заговорщиков? Только одни пешки? Ну, вот, это первая мысль, которая сейчас будет очень сильно раскручиваться общественностью, которая поставлена в ситуацию больших противоречий. С одной стороны, в начале, после января очень сильно раскручивалась идея нового, старого Казахстана. Обозначились антагонисты и протагонисты во всей этой истории. В течение длительного двух лет времени максимально спокулировалось насчет темы старого Казахстана, для того, чтобы вывести Тукаева и его администрацию, дистанцировать от того, что все было в январе. И сейчас вот такой вот приговор. И это сильно, конечно, еще создает много противоречий на фоне жестких приговоров в отношении участников январских событий, тех, кто прошел убытки на фоне Марата Желамбаева. То есть, понимаете, такой формируется достаточно противоречивый клубок, который очень сильно будет бить по имиджу Тукаева. Поэтому, я думаю, само это решение с условным сроком Абиша, оно под собой имеет серьезные политические причины, которых нам предстоит разобраться. То есть, мы сейчас можем спекулировать, но нам нужны более твердые основания, чтобы опереться в анализе. То есть, мы можем сказать, что то, что их обезвредили политически, это присутствует. то, что он находится в Казахстане, и если по это обратно, если закон будет работать, и он останется как бы в руках действующей администрации, то это также показывает, что они контролируют ситуацию. Но саму суть договоренности между Назарбаевым или между людьми, представляющими его окружение, нам сейчас сложно понять. Какие у них были изначально противоречия, к чему они пришли. С другой стороны, вы правы, все это натыкает нас на первоначальную интерпретацию о том, что часть протестов было спонтанно разошлись по стране, и все стороны были заинтересованы в том, чтобы их подавить. А потом вопрос стоял просто, кто какую ответственность за собой возьмет. В итоге вышло, что единственным человеком, который сейчас несет, а возможно еще тоже под вопросом ситуации с Каримом Масимом, с Атебалдой понятно, что он через некоторое время выйдет по условно-досрочному освобождению, поскольку статьи у него не тяжелые. Мы также знаем, что сейчас ситуация меняется с заместителями Карима Масима, господин Осипов есть такой. И все это создает почву для новой интерпретации январьских событий, в которой жертвами оказались простые люди, которые вышли на площадь и антагонистами тех, кто удержал власть. Получается так. Когда мы старые интерпретации не очень хорошо понимаем, вы не упомянули еще из глав силовых структур, которые понесли наказание, это министр обороны Бектанов, он получил 12 лет. А единственным, кто до недавних пор оставался ни клят, ни мят, это был Герлан Тургумбаев, бывший министр внутренних дел. Его мало того, что не привлекли к ответственности, так сместили его с поста главы МВД только 25 февраля 22-го года, после чего он невозбранно был дозначен советником президента, где благополучно просидел до августа того же 22-го года. С 23-го года он сел в кресло советника региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Прекрасная Синекура. И вот только сейчас вроде бы он попадает в поле зрения следствия. Причем не полиции, а скорее всего КНБ. Если Герлана Тургумбаева все-таки привлекут, это будет похоже на некий такой неравноценный обмен с Абишем. Либо Абиш что-то интересное про Тургумбаева рассказал в ходе досудебного расследования. Что вы думаете о взаимосвязи двух этих несопоставимых фигур? Момент, когда все это происходило в январе, естественно, и до января люди, которые стояли по главе силовых структур, и сама Абиш в том числе, всегда прекрасно понимали людей, которые подчиняются, в том числе и во главе Министерства внутренних дел. Поэтому то, что сейчас заведено дело, но не в отношении Тургумбаева, а он там проходит, я так понимаю, свидетелем, и этот... Пока еще статус не ясен, то есть министр Садинов ничего об этом не сказал? Я так полагаю, из текста, который был опубликован и телеграм-каналом, и в посте эпопии не говорится непосредственно о том, что он является делом в отношении него. Эта неясность присутствует, но давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться. Во-первых, есть возможность всегда вернуть на рассмотрение, на расследование дела, если в этом будет политическая целесообразность. Второй момент, находясь, скажем так, под следствием, мы обратно не знаем детали, но если была выявлена какая-то дополнительная информация, которая может быть использована в политической игре для того, чтобы обезоружить или ослабить своих оппонентов внутри режима, то это будет использоваться. Поэтому дополнительное расследование, оно как раз-таки бросает тень на тех, кого обозвали Старым Казахстан. Как это будет использовано, как это будут обкладывать, покажет время. И вообще в целом есть ли это различие между Старым и Новым Казахстаном или не стало ли это все одним и тем же. Видите, у нас здесь как бы есть противоречивые моменты, ответы на которые мы сможем получить только с ходом определенного времени и развитием событий. Поэтому давайте сейчас зафиксируем, что с одной стороны есть сближение этих двух Казахстанов, и снова формирование единого одного. И с другой стороны есть попытка использовать людей, которые обладают информацией. То есть будет ли этому дан ход? Посмотрим. А сейчас пока это выглядит достаточно очень скажем плачевно. Возможно люди принимающие сейчас решения по Абишу, по Тругумбаеву руководствуются не тем, как это общество будет интерпретировать или воспринимать это, а своей политической целесообразностью, которая идет вразрез общему имиджу. Но кто в Казахстане об этом когда-либо заботился, когда сто раз менял конституцию, подавлял протесты и прочее, прочее? Вот мне старый Новый Казахстан напоминает сиамских близнецов. Почему сиамских? Они жили в Таиланде в 19 веке, были оперными певцами, у них было две головы, две руки и две ноги общее туловище. И они имели вздорный характер и постоянно дрались друг с другом, ссорились. И значит правая рука в левую, а левая в правую. Вот. Но имели общую кровеносную систему. Хорошая аналогия, особенно, то есть, это то, о чем мы говорили вначале, в том, что режим сохранился. Если там есть определенные разногласия между лицами близкими, то есть, членами семьи Назарбаева и группой, которая больше сформирована или укрепилась вокруг его преемника, это не означает, что есть действительно фундаментально большие различия. То есть, все равно, это части одного тела, одного режима, который в основном всегда будет заинтересован в том, чтобы сохранить свою, обеспечить свою выживаемость. Димаш, пожалуйста, повторите мне, уточните свою мысль. Вот у меня есть такое чувство после двух с лишним лет после Кантара, что и вновь продолжается торг между Тукаевым и Назарбаевым и сердцу тревожно в груди. У вас такое же чувство? Посмотрите, есть ощущение, что идет борьба, вернее, не точнее, борьба, скорее всего, а усиление Тукаева и использование разной информации возможно в дальнейшем, потому что сейчас же ничего не происходит. То, чтобы мы говорили о серьезной борьбе, ну да, посадили Сатебалдену, посадили мягкую, отобрали часть ресурсов, но мы точно не знаем у кого, в каком количестве называются цифры, но не все прозрачно с изначальными владельцами всех этих активов, особенно тех, что возвращаются из-за границы. Поэтому сейчас говорить о борьбе я бы не спешил. Да, есть ощущение, что одна сторона обкладывает другую, парализует ее действия, но нет серьезной борьбы для того, чтобы сказать, что вот идет серьезная перестройка, и людей, которые связаны непосредственно с президентом Нарабаева, членами его семьи, серьезно выводят из игры. Пока признаков этого нет. Димаш, я же сказал не о борьбе, а о торге. Торг может не подразумевать некие боевые действия. Безусловно, торг всегда будет уметь. Вы же привели пример, даже в случае с Искалиевым он сработал, а здесь фигуры покрупнее, информация, которую они могут обладать против друг друга намного значительнее. Поэтому в целом, если охарактеризовать этот момент, мы также можем сказать, что стороны не заинтересованы в том, чтобы это раскачивать. Поскольку у одной стороны есть преимущество контроля за политическим процессом, за силовыми структурами, у них в руках административный аппарат, суды, у другой стороны ничего этого нет сейчас. И более того, нет общественного мнения, которое бы в их поддержку играло. Поэтому есть возможность это растягивать. Но приведет ли это к серьезным каким-либо действиям, пока же только время. Я бы сейчас не поддерживал эту идею борьбы старого-нового Казахстана в полной мере. То есть вы не считаете гуманный приговор Самату Абишу шагом назад со стороной Токаева, он же все равно находится на крючке, подписка о невыезде. Безусловно, он так и выглядит. Сначала запугивание давления, а потом в итоге вывод на условный срок. Вопрос еще, что стоит за этим решением, которое несет серьезные имиджевые потери для самого Токаева, и остается вопрос. То, что оно было принято в угоду всяких политических соображений между главными фигурантами, это безусловно. Как вы думаете, Ермурат Бапея выступит в Мажорисе по вопросу о приговоре Самату Абишу? Я сомневаюсь. Он может критиковать это, я думаю, и определенные скажем так, жужжания, шум будет создаваться, но серьезные действия, депутатские запросы, попытка как-то усилить или надавить людей, которые предстоят за этим решением, я думаю, это не в его власти, не в его компетенции, и не в той роли, которая опускается депутату парламента. Ну, посмотрим, оставим такой шанс. Я хотел бы, посмотрим, да. 19 марта исполнился год, так быстро пролетел с парламентских выборов 23-го, и я помню обсуждение темы Кантара в Мажлисе, вообще в парламенте, только 5-го января прошлого года, когда выступали генеральный прокурор, министр внутренних дел, а вот за минувший год, новый созыв, вы не помните, хоть раз обсуждал тему, связанную с Кантаром, хоть как-то? Ну, когда были, помните, доклады, да, со стороны правоохранительных структур, эта дискуссия вскользь проходила, но так, чтобы серьезно обсуждалось, или там была дискуссия относительно политического содержания, да, и всего того, что после этого следовало, этого не было, и это невозможно ожидать такого, потому что депутаты, они не могут себе позволить выражать свою, точнее, у них нет четкой политической линии, она формируется вне парламента, поэтому дискуссия в парламенте, к сожалению, лимитировать, если вы об этом. я об этом, потому что вот страница-то не переворачивается, Кантарской, как призывал Тукаев вскоре после событий, и вы что хотите сказать, что у наших парламентариев есть такие красные линии, за которые нельзя переходить, да? Определенно, конечно, даже я думаю, когда принимаются важные решения политического характера, в том числе, вот, к примеру, как дело с Саматом Абиш, ведь заранее об этом никто не знает, эти решения принимаются, ну, достаточно, скажем, таким узким кругом людей, в силу политической системы нашей, и, а потом депутаты в определенных рамках могут эти вещи обсуждать. Если посмотрите, даже вот на комментарии сегодня главы МВД, они достаточно осторожны и очень короткие, поскольку важно не проболтать лишнего, важно не выдать свою какую-то позицию, а оставаться в заданных рамках. Этим характерна вообще целая коммуникация с государственными структурами и высшими должностными лицами. Только люди, которые имеют серьезный политический вес, к примеру, президент это делает, может свободно выражать свою точку зрения, то даже его советники имеют свои определенные лимиты. Поэтому то, что когда мы переходим к парламенту, то здесь не стоит серьезного ожидать. Пока этот орган не будет независимым, а внутренне сидящие депутаты партии также не будут независимы, серьезных дискуссий от парламента мы не увидим. Парламентарии и отдельные депутаты могут продвигать информацию, могут будоражить общественное мнение, или могут создавать какую-то дискуссию обратно-таки в рамках дозволя, но не более. Димаш, вот миф о справедливом Казахстане рассыпался еще быстрее, чем о новом. Мы уже привыкли к ручному управлению во всем, во всех сферах нашей жизни, в том числе и в судебной системе, хотя по-хорошему к этому привыкать нельзя. Но вот поверх всего этого вам не кажется эта ситуация в высшей степени аморальной, потому что погибло 238 человек было убито и славяки, и дети, и случайные прохожие, а безвинных жертв было большинство, а судебный процесс тем временем превратился в закулисную торговлю. Ну, это то, что случается вот в авторитарных странах. Видите, просто когда нет громких политических событий, общество, оно как бы живет в своем вакууме, в своей внутренней миграции, ничем не интересуется, и им кажется, что вот какие-то вещи происходят, и они незначительны. Но вот кейс за кейсом и ситуация за ситуацией превращается в то, что суды становятся онлайн, то есть это тоже ограничение на правосудие, на доступ к информации, потом они вовсе закрываются, и вот сейчас мы видим, что имея все возможности для политического торга, имея все возможности для вносения приговоров без учета общественного мнения, то это максимально будет использоваться. То есть с моральной стороны это, конечно, ужасно. В первый раз в истории страны такое большое событие, которое перерошло в трагическое путем подавления простых протестующих, путем полной дезорганизации всего этого процесса, и в итоге, когда необходимо было показать все-таки все, что есть попытка какого-то расследования или попытки восстановить справедливость, это все разрушается. Конечно, это громкое политическое дело, связанное с Аматом Абишем, оно как бы подогревает это недовольство со стороны общества, оно сейчас будет максимально вытягивать все разные формы догадок и интерпретаций, как я уже обозначил в начале, поэтому здесь, конечно, мы только можем догадать, что стоит за этим решением дать условный срок, и невзирая на все эти негативные имиджевые последствия и разного рода интерпретации, моральные в том числе, это решение выносится, поэтому здесь надо понять, расследовать и попытаться догадаться, что же побудило именно принять такое решение, поэтому мне сейчас сложно сказать, а с моральной точки стороны, понимаете, вся идея 30-летнего независимого Казахстана после того, как их власть была узурпирована в 93-м году, она в принципе аморальна, там многие моменты ужасные, с момента то, как выстроена была система обогащения, то, как была система искажена правосудие, то, как была искажена вообще идея независимого государства молодой нации казахстана. Ну, вот так случилось. И сейчас мы пожинаем все эти негативные формы, которые с усилением консолидации власти обретают иногда вот такие вот ужасные признаки. Димаш, я благодарю вас за комментарии. До скорых встреч. До скорых встреч. А вы, уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Альжанов, а также на аккаунты Димаша в инстаграме и фейсбуке. Не забывайте подписаться на канал Гипервалей, кто еще не успел этого сделать. Нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку канала. Ков-ков Рахмет, огромное всем спасибо. Вы с Бергемиз. Мы делаем Гипербореи вместе. Проще и быстрее всего послать донат через QR-код Каспий в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе перевода PayPal. Все ссылки, номера, реквизиты вы можете найти внизу в описании к этому ролику. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Еще раз на русском Тоболсен Сау Болнас Дар. А ну, давай, давай Скорей Оцени Новый выпуск на Гипербореи Грей, грей, грей Гипербореи Грей, грей, грей Это супер!